На телеканале «Север» итоговый выпуск новостей о главных событиях Ненисского округа расскажут наши корреспонденты. Окружные депутаты сегодня провели очередную сессию. На обсуждение вынесли 31 вопрос, но, конечно, ключевой темой стали изменения в закон об окружном бюджете на 15-й и плановый период 16-17-го годов. Доходы и расходы главного финансового документа региона уменьшились на 305 и 324 миллионов рублей соответственно. Дефицит увеличен на 19 миллионов. Главными приоритетами, которыми окружные власти руководствовались при корректировке казны, являются исполнение майских указов президента, строительство жилья, стабильная зарплата работников бюджетной сферы и поддержка муниципалитетов. Таким образом, расходы сокращены на собрания депутатов больше чем на 1 миллион рублей, счетную палату на 2 миллиона 647 тысяч рублей, аппарат администрации региона почти на 60 миллионов. В то же время расходы на департамент строительства ЖКХ, энергетики и транспорта увеличены на 431 миллион рублей. Из них 228 миллионов планируется потратить на строительство жилого дома в микрорайоне авиаторов. Также около 150 миллионов рублей будут направлены на приобретение в окружную собственность здания детского сада на 220 мест поселка Лесозавод. Кроме того, 50 миллионов направят на строительство автодороги Полярная Рыбников. Подчеркиваю, что окружная администрация придерживается консервативной финансовой политики. Но из-за кризиса, из-за высокой инфляции сегодня нам выгоднее иметь предельно дефицитный бюджет, но с минимальным возможным государственным долгом. На будущее политика в отношении долга, наверное, должна быть следующая. В ближайшие 2-3 года умеренный дефицит, минимально возможный долг, но и по мере стабилизации экономики и падения темпов инфляции, соответственно, погашение долга и выход на бездефицитный бюджет через несколько лет. Помимо прочего, на сессии депутаты проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта о 5-процентной ставке ипотеки. Документ предусматривает субсидирование ипотечных кредитов, получаемых гражданами при покупке или строительстве жилья, в том числе в населенных пунктах региона. Что мы предлагаем? Наш ответ к кризису как лозунг «Ипотека под 5%». Во-первых, цели закона – развитие жилищного строительства на территории Ненецкого автономного округа. Раз. И обеспечение доступности жилищных кредитов для населения. Два. Какие мы предлагаем условия? Их очень немного, всего три. Первое – заемщик зарегистрирован, должен быть зарегистрирован в Ненецком автономном округе. Второе – жилье, долг, квартира должны быть новыми и находиться в Ненецком автономном округе. И третье – срок субсидирования кредитов бюджета на 10 лет. Почему мы предлагаем именно 10 лет и именно под 5%? 10 лет – это с нашей точки зрения некий компромисс между возможностями бюджета и сроком кредитования, который на сегодняшний момент в среднем составляет 15-20 лет. А 5%, как ни странно, расчеты показывают, что это как раз тот уровень платы, который позволяет гражданам приобретать жилье в собственность по ипотеке, по стоимости его аренды. И, пожалуй, еще одним важным решением на сессии стала реорганизация двух учреждений культуры путем присоединения делового центра «Арктика» к городскому ДК. На их базе в целях оптимизации бюджетных затрат планируется создать одно единое учреждение. К тому же сейчас они расположены в одном здании. Продолжение следует...